Встреча Путина и Керри была знаковой во многих смыслах. Жесты принимающей стороны многим обозревателям напомнили Димарша, покойного президента Венесуэлы, Уга Чавеса. Бурную дискуссию в соцсетях вызвали «Белая победа» и «Корзины овощей». Хэштег «Лавров стиляга». Визит главы американской дипломатии в Россию на этой неделе был скуп на политические заявления, но богат символизмом. Язык жестов оказался ярче слов. В трендах одновременно три хэштега, посвященных сочинской встрече. Победа Лаврова – самый яркий. «Лавров и победа» – глава МИДа России – прибыл на церемонию возложения венков на ретроавтомобили, сообщает Russia Today. А Лавров-то стиляга прикатил на «Белой победе», причем сам сидел за рулем. «Лавров просто прекрасен», пишут патриотически настроенные пользователи соцсетей. «Лавров приехал керри на встречу в санатории «Родина» на «Белой победе» с номерами хэштег АРУ. Троллинг 80-го уровня». Восторгается депутат «Единоросс» Роберт Шлегель. «Коротко о встрече Лаврова. Приехал на «Победе», подарил помидоры и картошку. Победил». «Победа Лаврова-Пирова», отвечают менее впечатлительные. «За основу автомобиля был взят кузов легендарного немецкого «Опель Капитан» 38-го года выпуска. За основу двигателя взяли легендарный американский «Додж». Пишет Демьян Фаншель из Кёльна. Позже за столом переговоров стороны обменялись подарками. В январе 2013-го Керри дал Лаврову две картофелины из Айдаха. Сегодня Лавров вернул целую корзину сочинской картошки. Заодно американскому гостю вручили помидоры. Картофель, кстати, оказался потомком тех, что были переданы главе российского МИДа два года назад. Еще Керри получил в подарок от Лаврова футболку с символикой победы. Спасибо Марии Захаровой за фото. МИД жжет. Захарова также сообщила об ответном подарке госсекретаря. Глава госдепа, в свою очередь, преподнес российской стороне список цитат российских СМИ, на его взгляд, не отражающих реальный потенциал масштабных российско-американских отношений, которые, по его убеждению, нуждаются в улучшении. Одним словом, сегодня в Сочи солнечно. Мария Захарова, возможно, спутала подарки. Вот настоящий подарок от Керри. Портфель. Поправляет Захарову в Твиттере представитель американского посольства в Москве. Стивенс не отрицает, что россиянам был передан список антиамериканских цитат из российской прессы, но, очевидно, он не рассматривался как подарок. Впрочем, изучение поведения высокопоставленных дипломатов на этом не закончилось. Посмотрите на руку Керри. Прижата к телу, а не протянута. Это не рука человека, который ищет компромиссы. Факт. 72-летний американский дипломат всегда пожимает руку примерно одинаково. То ли стиль такой, то ли ранение, которое Керри получил во Вьетнаме. Один из трех осколков попал в руку. По мнению скептиков, намеков туманных и явных в Сочи было слишком много. Символизм поведения Лаврова на встрече с Керри зашкаливает. Символизм подарков Лаврова Керри назвали чрезмерным. Встречался американский гость и с Путиным. Но, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Джон Керри подарков друг другу не дарили. Общались они дольше, чем кто-либо мог предположить. Керри провел с Путиным больше четырех часов. Зачем Путину тратить столько времени на человека, который ему неровня? Скучает по американцам? Спрашивает ведущий американский политолог. В Госдепартаменте не ожидали столь длительного диалога. Заранее подготовленный твит Керри об итогах опубликовали слишком рано. Встреча продолжалась. Провел откровенные беседы с президентом Путиным и главой МИДа Лавровым по ключевым вопросам, включая Иран, Сирию, Украину. Немногословно. Зато Сергею Лаврову для ответа на вопрос о том, как прошла встреча, хватило семи букв. Чудесно, сказал он. Субтитры подогнал «Симон»